Город Лермонтов В наши дни к основным проблемам города относят отсутствие достойной работы и неблагоприятную радиационную обстановку, связанную с повышенной концентрацией радона в домах. Вооружившись дозиметрами, мы прогулялись по городу и пообщались с местными жителями. Все измерения в ролике проводятся с интелляторным поисковым прибором AtomFast. Сам датчик прибора находится на поясе и по Bluetooth передает информацию о мощности дозы мне на смартфон. Попутно пишется карта. По тепловой шкале можно визуально определять места с повышенной радиацией. Здесь они отмечены оранжевым и красным цветом. Первое место, которое мы нашли с превышением, это камни. Как бы очевидно, что камни, скорее всего, будут с Бештау. Да нет, сюда клади, сюда. Вот на этот. Аккуратно. 45. Давай к этому прислони. Вот здесь порода. Дай вот сюда порода, смотри какая. Два превышения, это почти 60. Убирай, а то сейчас всю карту испортим. Как и следовало ожидать. Лермонтов, как бы, откуда еще тут камни возьмут? Только с Бештау. Мы идем дальше. Это центральный парк. Вот детский садик. Кипит жизнь. Первая школа. И обычная дорога, кажется. Старое покрытие. Только мы на нее заходим. Школа и детский садик. Вот с двух сторон. Старая дорога. Тут сделали все нормально. А здесь вот видно, что еще старая отсыпка. С щебеночкой. Вот она самая радиоактивная. Нет, здесь уже ничего нет. Да, это именно отсыпка. Даже на карте видно, что это теперь является самой радиоактивной точкой с мощностью дозы в 52 микрорентгена в час. Лермонтов интересен тем, что здесь очень хорошо сохранились старые сталинские дома. То есть они застроены всякими новостроями. У них практически нету магнитов, пятерочек и прочего шлака. То есть сюда можно приехать и почувствовать атмосферу 60-х. Только за это можно любить Лермонтов. Но также хочу сказать, что все цифры 60-70 микрорентген в час, в принципе, для здоровья не опасны. То есть если там не жить, просто сам факт, что здесь превышена радиация. Почти в каждом дворе мы находили локальные превышения гамма-излучения. В некоторых местах дозимитер регистрировал свыше 60 микрорентген в час. А тем временем мы находимся на центральной улице города, улица Ленина. И здесь впервые нашли еще одну точку, где фон тоже превышает норму. До 60. Вот был скачок до 60, как видно. Еще один пик такой. Дырочка, что там интересного? Ничего, помойка. Помойка. Да, в Лермонтове еще прикольно, очень много бомбоубежищ, таких ПРУ-шек, мелких поддомников. Все из себя представляют помойки, которые не представляют интереса. В этом весь и прикол. По фону мы заходим почти в каждый двор. Вот карта сейчас. В каждом дворе мы находим какую-то радиоактивную точку. Настя, будешь кормить котиков? Мы не только занимаемся всякой фигней, да. Продажные. Продажные коты? Да, коты они такие. Подкормка котиков. Какой киса бенгальский раскрасик, иди ко мне. Бенгальский, он какой-то, видишь, рывками передвигается. Это от радиации. Десики кушают. Самый центр. Темнеет, да и уже батарея садится, поэтому скоро будем закругляться. Но все-таки же мы хотим дойти до одного дома на улице Октябрьской. Мы прошлый раз проводили там замеры, и там от стенок дома было что-то в районе 80 микрореген в час. Так что, если получится, мы посмотрим на этот объект. Дойдя до нужного дома по улице Октябрьская, мы измерили мощность дозы от фасада здания. Дозиметр показал свыше 70 микрореген в час. К сожалению, к тому времени уже стемнело, и записать ролик не удалось. В этом доме проживает наш хороший знакомый Дмитрий, встретившись с которым, мы решили детально исследовать его жилье. И первым делом пошли в подвал. Ну вот, кто пойдет первый или как, я вас буду вести, наверное, да? Ну да, наверное. Ну давай, я вот общий свет, вот, давай, идем тогда. Вот так, идите прямо и смотри, что тут делается. Налево. Ого, 60 уже даже здесь. 70. Вот. 77. Вот вы мне эти цифры. Здесь у меня свет есть. Давайте. 100. Вот, ровно соточка. Еще один поворот. 90. Общий свет делаю вам тоже. Слушай, а в некоторых штольнях это меньше радиоактивно. Это наши, это жители пятой квартиры все. Я знаю их. Все этих знаю сарай. Налево теперь. К сожалению, в этот раз у нас не было с собой прибора для измерения концентрации радона. Но могу сказать точно, что в подобных домах объемная активность ДПР Радона может достигать 5000 бекерелей на кубометр. А в подвалах концентрация превышает рабочие нормы для урановых шахт. Первый подъезд. Первые отвалы, которые были в шахте, вот эти все пара нашла сюда на струк. Ага, вот так, да? Вот, сейчас уже люди вышли. Это уже 58-й год. А первые это дома на Пятигорской. Это же вообще 50-й год. Так что это. Там я уж думаю вообще. Хотя там деревянные эти. Да, мы видели, кстати. Это нужно проверять. Здесь просто в воздухе 50. Вот так живут люди в Лермонтове. Да, да, да. И в частности я в седьмой квартире. Да, вот очень. И мы тогда измеряли тоже. Во сколько раз было превышение? Ну, там несколько раз. Да, там 80-100 было. Вот человек подтверждает, который здесь живет. Ладно, закругляемся. Всего доброго тогда всем. Да, да. Все, пока-пока. Причина повышенного фона в жилых домах Лермонтова и радоновая опасность лишь косвенно связана с урановым прошлым города. Помните камни в начале видео? Именно такие радиоактивные породы шли на строительство домов 60 лет назад. Отсюда и все вытекающие. Повышенное гамма-излучение на стенках, высокая концентрация радонов в квартирах, напряженная онкологическая обстановка. Через несколько дней мы вновь приехали в Лермонтов и нашли еще один очень радиоактивный дом по адресу Ленина 24. Там 80 микрореген в час светило только на подходе к подъезду. Видео, к сожалению, не снимали. Спустя неделю после съемок ролика мы отправились искать радиационные аномалии по другим городам КМВ. В одном из городов был обнаружен настолько грязный район, что Лермонтов просто нервно курил в сторонке. Подробную информацию о радиационной обстановке на КМВ вы найдете в нашей группе по ссылке в описании.